Тысячи зрителей накануне собрало московское Строгино. Там прошли соревнования самодельных летательных аппаратов. Подняться над водой, правда, ненадолго удалось и золотой колеснице телеканала Тюменское время. И пусть победителями журналисты не стали, впечатлений и эмоций и хватит надолго. Нужны ли крылья, чтоб летать? Пожалуй, хватит и энтузиазма. Участники соревнований самодельных летательных аппаратов готовы доказывать это вновь и вновь. В шестиметровой рампе летят замысловатые самолеты в виде морковки, игровой приставки и даже звезд эстрады. 40 команд со всей России и более 100 тысяч зрителей. Красочному шоу ни помеха, ни дождливая погода, ни прохладная вода. Задача участников, несмотря ни на что, показать свою конструкцию во всей красе. Команду «Пять пальцев» из города Череповец ведущий канала «Тюменское время» поначалу принял за медиков. Что там написано? Перхоть. Это или сама перхоть, собственно, или это борцы с перхоти. Кто вы, ребята? Мы перхоть и также у нас есть шампунь, который победит или нет, увидите на шоу. Команда канала «Тюменское время» выступала под номером 26. Перед полетом ребята с волнением наблюдали за соперниками. Да нет, по-настоящему мы видим, что аппараты летают. Все нормально, здесь безопасно. Мы сейчас, я думаю, классно пролетим. Ну, должны, по крайней мере. У нас аппарат крепкий, так что, я думаю, нам повезет как-нибудь. Я смогу удержать его и немножко спланировать, и пролететь там хотя бы метров 15. Но «Золотая колесница» смогла пролететь над водой только 6 метров. Зато команда получила неплохие баллы за креатив. В итоге 19-е место. Хотя ребята больше переживали не за результат, а за пилота. И когда я летел, я понимаю, что я никуда не могу оттолкнуться. Это все так быстро. Я упал прямо на нее. Слушай, ну мы запереживали на самом деле. Ты не ударился, нормально все. Я ушиб руку и сейчас схожу в скорую, посмотрю, потому что, ну, пальцы вроде шевелятся, но у меня сейчас просто адреналин такой у меня все реально дрожит. В Тюмень команда вернулась в полном составе, разве что «Золотую колесницу» пришлось оставить в Москве. И пусть «Золото победы» она не принесла, эмоций заряда энергии хватит надолго. Анастасия Крабенко, Андрей Сапегин, Вадим Панфилов, Сибунфорумбюро.